Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Данное видео, которое вы сейчас, я надеюсь, посмотрите, было сделано еще 18 июня 2020 года. Почти три месяца я его не опубликовывал, по причине, о которой вы узнаете в конце данного видео. Я настоятельно советую не опережать события, посмотреть видео полностью, до конца, но очень важное, для думающих и небезразличных людей. Очень много важных моментов мы с Тюняевым обсудили в данном видео. И о якобы прозрачности радиоволн для материи. И прочитали ликбез по физике и биологии данного вопроса. И привели доказательства, которые вы потом сможете посмотреть под видео, по ссылочкам. И о том, что сотовая связь влияет на возникновение глиомы других опухолей головного мозга и не только. Даем ссылки на официальные источники. На данный момент времени это самый жизненно важный вопрос. Это самая злободневная тема современности. Понимает ли это человек или нет? Я вам советую посмотреть данное видео полностью. Даже лентяям и кто любит все увидеть за 5 минут. Это невозможно сделать за 5 минут. Итак, смотрите видео полностью. Это все для нашего общего блага. А потом будьте активны. Пишите в чате под видео непременно. И не оставайтесь равнодушными. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в Ютубе. Сегодня у нас встреча с Стюняем Владимиром Николаевичем. Очередная, уж там 12 или 13 по счету, не помню. Владимир Николаевич, добрый день. Добрый день. Сегодня мы поговорим о нескольких вопросах. Во-первых, некий Дмитрий Побединский, который там является ярым защитником всех современных достижений благ человечества, которые, конечно же, созданы, направлены только для блага человечества. Да, именно он считает, что 5G, 4G и вообще СВЧ-излучение полезны, а не вредны, по крайней мере, безопасны. Он это безапелляционно утверждает. Но давайте поговорим, как и что, в общем-то, стоит за этой предысторией, почему про него решили рассказать. Ну и как бы ответив ему, мы ответим многим тысячам тех, кто так же рьяно считает, что это все прекрасно и хорошо. А давайте, Владимир Николаевич, начнем с другого. Вот под мое... Да, и еще, и еще. Сегодня будет анонс очень интересный, потому что многие зрители мне уже писали, а когда же будут вот те антенны, то есть которые могут обезопасить пространство вокруг, ну, от СВЧ-излучений, вот вокруг, ну, или внутри жилища, скажем, потому что нейтроники, понятно, там не всесильные, они, у них определенная защита, но, так сказать, не всего пространства. Тут, как мы говорили, главная беда в городах какая, это 20-50, там, точек Wi-Fi вокруг каждого жилища, и вот в чем беда. Ну, а мы сейчас поговорим. А начать я бы хотел... Вот, Владимир Николаевич, давайте я зачитаю письмо. Одно из письм, а потом, может быть, другие зачитаю, которые пишут зрители. И вот, в частности, про моё видео, которое было опубликовано буквально там недели-полторы назад, называется оно «5G вызывает рак». Срочно очнитесь, как безопасно пользоваться интернетом, СВЧ, Wi-Fi и отморозки. Ну, потому что, понятно, отморозков много, которые любой ценой будут защищать эту прелесть, невзирая на объективные и доказательные, так сказать, факты о вреде, пагубе этого для человека. Итак, вот письмо. Ну, как водится в таких случаях, непонятный набор английских букв, имя, фамилия нет. Господи, что происходит? То есть, человек так вот возмущается. «5G – это радиоволны на частоте 22 ГГц. Радиоволны вообще вредны, быть не могут. Они прозрачны для большей части материи». Это его первая часть письма, вторую я чуть позже зачитаю. Владимир Николаевич, можете ответить этому товарищу и тысячам таких же насчёт его вот этого негодования, возмущения, что радиоволны на частоте 22 ГГц, они вообще не могут быть опасны, так как прозрачны для большей части материи? Вот утверждение о прозрачности радиоволн для любой материи – совершенно непонятное определение. Мне не понятно, что значит радиоволны прозрачны. Прозрачной должна быть материя. То есть, радиоволны, проходя через какое-то вещество, нагревают его. Это факт. То есть, изменяет его молекулярный состав, там атомарные изменения происходят, переход одного электрона на другую орбиту с потерей или с выделением энергии. Это всё понятно. Поэтому он неграмотно ставит вопрос. Это раз. Во-вторых, ещё раз хочу всем подчеркнуть, что все частоты, весь диапазон от 1 ГГц и до, извините, ионизирующих частот, это уже там в 12-й степени ГГц, они являются вредными по определению, потому что это искусственное, есть естественная среда, Солнце, космические излучения, земные излучения. Это естественное. Человека создали в естественной среде обитания. И для него эта среда благоприятная. Вот. Это надо понимать. Всё, что создал человек, оно выводит из равновесия систему, в которой мы живём, Богом созданную. Поэтому всё, что создал человек, оно изменяет внешнюю среду. Это понятно. Поэтому независимо от частоты и наложенной на неё модуляции, потому что частота – это несущая, которая передаёт что-то, волну. Она имеет свои характеристики, их масса характеристик. Далее. На волну, на эту несущую, накладывается информация. Видео, аудио и прочая информация. Их тоже, множество этих наложений может быть, дабы передать сигнал с определённой скоростью, с определённой картинкой и так далее, и так далее. Это тоже понятно. Но кто сказал, что человек не страдает от этого влияния? Ещё раз сошлюсь. Это уже 60-летние исследования. Четыре главных института. Тысячи людей, которые занимались исследованием биологического действия электромагнитных излучений на человека. Написаны массы докторских и кандидатских диссертаций, опубликованы сотни и тысячи фундаментальных работ, и всё равно тупые люди, не знаю, кто пишет, но хотя бы фамилию обозначили, образование, пишут, что это безвредно. Ну, вы посмотрите вокруг-то, уважаемые друзья, дети потеряли логические связи. Они вообще ничего уже не хотят, кроме гаджета. У них порваны цепочки, связывающие их жизнь реальную с виртуальной. Я хочу напомнить, вот недавно мне прислал мой друг Василий Иоанидий из экспертного совета выступление его учителя. Игорь Бестужев-Лада, которому за 90 лет футуролог, доктор исторических наук. Посмотрите, что он говорит про как раз будущее 30-летнее, выступление 8-летней давности. И то, что он говорит, уже наступило, уже наступает. А пришлите обязательно. Обязательно пришлю. Да, это очень интересно, подтверждающее всё, что мы говорим, вот с исторической точки зрения, что происходит. И историки, учёные подтверждают, это реальность, которая уже существует, в которой мы живём, и в которой людей постоянно пугают, постоянно их запугивают, как мы прожили эти три месяца, в среде, которая насыщена страхом. И даже вот вчера я был в метро, ехал, 90% опять в масках, и в метро объявляют, обязательно носите маски и перчатки. Ну как это может быть? Это вот к слову сказать. Естественно, вот, и отвечаю, что весь частотный диапазон вреден в той или иной мере. Есть таблица Минина, где каждая частота и влияние на орган и систему человеческого организма определены, какие изменения происходят. Она есть, и мы ещё раз её опубликуем, и под ней написано, что 10-летние стажированные дети, которые пользуются гаджетами глиома головного мозга. Это Анищенко Геннадий Григорьевич опубликовал в 2012 году методические рекомендации. Но если вы не умеете читать, уважаемые, какие письма вы пишете, ну, обсуждать даже это уже просто не хочется. Давайте так, значит, во-первых, значит, вы мне вот эти две ссылки, ну, в записи посмотрите, обязательно пришлите мне вот эти две ссылки. Да, пришли обязательно, конечно. Мы их опубликуем под этим видео, соответственно, люди смогут посмотреть. Более того, сразу для наших зрителей я обращаюсь, говорю, дорогие друзья, не ленитесь и знайте простой алгоритм. Под каждым видео, у меня, по крайней мере, есть ссылки, на которых, то есть, пройдя по которым, вы сможете изучить материалы огромного объёма и в полной мере соответствующие научным доказательным данным, сведениям. И если вы не поленитесь, вы это увидите. И не надо до того, как вы это не изучите, писать огульно, что это всё ерунда, если эта ерунда объяснить аргументированно, научно, доказательно. Впрочем, об этом как раз человеке, который попытался это сделать, и как пытаются подобные люди, собственно, научно что-то якобы доказать, мы сейчас как раз дальше поговорим. Но, возвращаясь к письму вот этого человека с непонятным именем и фамилией, он же письмо своё написал из двух частей состоящих. Первый я уже зачитал, то есть, где человек явно, видно, абсолютно не понимает, о чём говорит, но имеет протест, стойкий, яркий протест. Он защитник, понятно, любых вот этих современных технологий. Ну, собственно, то, о чём я как раз в видео последнем говорил, любой ценой оправдать любимые хотелки и желания. Ну, давайте посмотрим, что же он дальше пишет. А дальше он всё, собственно, вот то, что последняя строчка, а дальше вот то, что последняя строчка, он всё и объясняет, и суть свою открывает, и суть своего письма. Он пишет, если хотите сжигать вышки, хотя мы и не призывали, сжигайте что-нибудь около своих пещер, а я хочу жить в городе. Вот как. У него протест, что от него отбирают любимую игрушку. Ну, для дебилов я уже устал повторять, что связь и интернет – это нормальные вещи, они должны быть, но интернет должен быть проводным. И я в последнем своём видео прям не только объяснил, а впервые показал досконально, как у меня, лично у меня вот в Пушкинских горах, вот запись сейчас мы делаем, скайп-конференцию с Владимиром Николаевичем Тюняевым, вот я сижу в Пушкинских горах, в своём доме нахожусь. И у меня за 200 метров стоит антенна около технического там домика, она приёмная, ну и передающий интернет, 3G, всего лишь 3G, да? От него идёт это всё к роутеру, в роутере отключен Wi-Fi, от роутера идёт провод, идёт в свитч распределитель, от него идёт за 100 метров под землёй ко мне в дом, ну и в другие дома. И у меня стоит там в котельной моего уже дома маленький тоже свитч, который распределяет на 8 розеток, интернет-розеток. И компьютер мой подсоединён к интернет-розетке, всё, никаких проблем нет, ну кроме самого излучения монитора, но для этого как раз нейтроники есть. Значит, всё, проблема решена, но не хотят, они хотят тыкаться в телефонах своих поганых вот этих смартфонов, в туалетах уже, хотят, чтобы в метро у них было, и чтобы, и будет 6G, 10G, им будет только радостнее, чтобы за долю секунды любые видео могли отправлять друг другу, то есть вот это всё. Ускорение процесса идёт, и мне кажется, этот процесс ускорения всего идёт, ну я не знаю, продлится до полного умопомрачения людей, до полного какого-то превращения людей в абсолютных биороботов и зомби. И они вот это оправдывают. Так подумайте лучше вы, дорогие товарищи, кто вот это всё оправдывает. А кто вы есть? Чего вы хотите от жизни? Вообще смысл вашей жизни в чём? Ну это моё такое вот небольшое, да, вот такая ремарка. Скажите вы на эту тему что-нибудь. Ну ещё раз напомню, вот по ссылке посмотрите выступление Бестужева Лада, который сказал, небольшая ремарочка, первый свой прогноз он сделал в 1951 году Иосифу Виссарионовичу Сталину. И его прогнозы отличаются настолько точностью. Это социология, это наука, это не просто он там объясняет, что это не предсказание, это социологическое исследование, которое обозначает тот психотип людей, которые сегодня живут, то развитие технократической цивилизации, те события, которые происходят вокруг нас. И он на основании данных событий и психотипов людей делает прогнозы. Они точные. Это вот можете сами вокруг посмотреть. И хочу сказать, что он сказал по этому поводу. Товарищи дорогие, города вымрут. Вы вот сейчас наблюдали, как в городах закрыли всех по домам. Это только цветочки, ягодки впереди будут. И хорошо, что часть думающих людей поехала в деревню. Я вот из деревни сейчас приехал, из дальней, там на границе с Костромской губернией, на реке Мерия. Народу масса, детей радость даже берет, что детей много, народ занимается благоустройством территории деревенской, уже красиво становится, река шикарная, ну просто благодать божья, так скажем. А что вы в городах-то будете делать? Вы посмотрите, перчатки, намордники и все. И вы в телефончик уставились. Но, еще раз говорю, что раннее старение организма и онкология вас ждет. К сожалению, это реальность. И те люди, которые этого не понимают, ну, каждый делает свой выбор. Наша задача предупредить. И вот 20 лет назад я говорил еще и коллегам, и по работе, и по своим партнерам, и вообще семье даже, и родственникам, что будет так 20 лет назад. И они сейчас говорят, ой, правильно, ты тогда говорил, что будет так. Я говорю, ну так вы слушайте. Кто-то начинает что-то делать, а кто-то упорствует. Но это их выбор. Наше дело предупредить. Вот, поэтому мы никому ничего не навязываем. Мы просто говорим, ребята, ну вы подумайте, реально, это реальная жизнь, что надо трудиться на земле и от земли питаться. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. А в городе у вас ничего нет, кроме намордников и телефонов. Вот и все. Есть люди, которые, в принципе, правильно скажут, что, ну что ж, а я живу в деревне. Мне такие писали, что я живу в деревне. И у меня уже там есть там 4G. И, в общем-то, устанавливают уже, возможно, и вот как раз тот самый 5G. То есть даже в деревне приходит это все и когда-нибудь придет, если мы это как-то не остановим. Понимаете, какая штука? Вот беда в чем. Так ведь? Да. Но, опять-таки, вот я всегда говорю о принципе необходимости и достаточности. Проводной интернет, пожалуйста, любую информацию с любой скоростью. Это правильно. Если удаленные деревни хорошо направлены на антенну, Юрий Андреевич, вы правильно все сделали. Но можно даже на все роутеры поставить 5GRS нейтроник и все. И даже на передающую антенну на блок поставить. И они на 90% уберут. Это практически естественная среда будет. Ну, плюс вот то, что мы покажем вам еще одну антенночку, он небольшую, не на большую территорию, которую мы показывали в предыдущих роликах и беседах наших. Мы создали антенну, которая будет на расстоянии, ну, в радиусе 10-15 метров от этой антенны, вот такую купол делать безопасный. От всех G, от всех G подчеркиваю. Об этом мы поговорим чуть дальше. А теперь давайте вот к этому уважаемому товарищу. Мне несколько человек скидывали про него какую-то информацию. Я вам потом вот скинул, да? Что, мол, вот, посмотрите, что мне люди присылают. Расскажите, Владимир Николаевич, пожалуйста, о Дмитрии. Кто он такой вообще? О чем Сербор? Ну, это блогер, который рассказывает про принципы радиосигналов, принципы организации радиосвязи. Грамотно, все правильно рассказывает, показывает профессионально, хорошо. Говорит, какие антенны и что и как. Но перед роликом, ну, во всяком случае, вот перед последним, который я видел, говорит, бред, говорят люди о том, что это все наносит вред человеку. Вот это дезинформация конкретная, потому что просто я не буду это обсуждать, потому что я не буду, что это бред. Это как раз позиция тех людей, которые играют на руку тем, наверное, каким-то силам непонятным, которые хотят вообще народ сгубить на самом деле. Потому что не говоря о том, что это наносит определенный вред, который, извините, законодательно закреплен, в санитарных нормах описан, тысячи исследований, не только наши. Вот конференция последняя проходила, в которой я участвовал, телеконференция. Канадские ученые, американские ученые, европейские ученые, наши, все говорят, что это оружие. И то, что в телефоне будут использоваться до 34 антенн, вы представляете себе, что такое, какая напряженка будет. И Побединский говорит, и до 250, и более антенны используются в передаче сигнала. Принципы преобразования, это все физика. Все, технари дошли до этого, все хорошо. Но это ведь создает настолько мощное влияние на организм. Я бы попросил самого Диму встать перед излучателем немножко, минут 15, и посмотреть, что с ним будет происходить. Напомню, что, во-первых, на производстве, кто работает с ССЧ, я был экспертом, который измерял производственное излучение в закрытых предприятиях. 6 часов рабочий день, 15 минут, каждый час перерыв. И люди понимали, что ССЧ, жена у меня работала в НИИ-радио, сокращенный рабочий день, увеличенный отпуск. И Дима утверждает, что это не вредно, это бред как раз, который он говорит. И я бы написал на него письмо в YouTube, чтобы удаляли такие утверждения безосновательные. Если бы он сказал, ребята, да, есть санитарные нормы, доза эффекта, вот давайте. И все принципы объясняет физически. Да, это хорошо, это интересно. С точки зрения физики, но с точки зрения биофизики, биологии, он просто дезинформатор. И это факт. А как вы думаете, почему он дезинформирует? И, во-первых, сознательно или неосознанно? То есть он понимает пагубу, если он так хорошо разбирается в физике, в науке? Или он это... Я думаю, что он разбирается в физике. А на мой взгляд, по первому моему взгляду, что человека, ну, наверное, какая-то группа людей направила на этот труд, так скажем. Ну, это вот просматривается так, потому что профессионально поставленные ролики, профессионально он говорит убедительно. Но я опять-таки утверждаю, что он несет дезинформацию и наносит тем самым вред окружающим людям, потому что вводит их в заблуждение. Если ты говоришь правильные слова о физике, ну, тогда расскажи о биофизике, расскажи о законодательстве, расскажи о том, что люди пишут, не пишут, а исследуют их тысячи. Я же вам на письмо отвечал предыдущим, вот вы писали мне, да, сколько я вам источников отправил. Так это в специальных исследованиях делалось для военных, ну, то есть исследования, что является главным в воздействии. Это не термические воздействия, даже не несущие, не тепловое, а не термические, которые информационные называются. Они у нас клетку выбивают и рвут связи с ДНК. Это тоже доказано уже давно. Вот в чем дело-то. А если мы говорим про психологию, то есть контент, это третий аспект. Третий аспект. Курпатов хорошо. Это цифровой аутизм. И он налицо. Посмотрите вокруг. Дети, они аутисты уже стали все. Они просто уже не понимают, вокруг чего они как живут. Они на улицу не выходят. Вот у меня сейчас 16-летние девочки, внуки. Но они в городе живут. Они на улицу вылезают там на полчаса. Сидят опять в своих телефонах. Что с ними делать-то? Скажите, как вы думаете, почему Билл Гейтс запретил своим детям пользоваться сотовыми телефонами? Да, потому что он понимает, что это такое. Так они понимают. Вы же понимаете, это уже много. На этот счет было интервью, передачи и в прессе, и в блоге сфере. Что богатые собирают библиотеки, а бедные покупают смартфоны. Потому что вот именно абсурд брать кредит в 100 тысяч рублей, покупать айфон. Ребята, вы идиоты, наверное, я. Именно так. Это безусловно. Причем это не оскорбление, не обзывательство. Это, так сказать... Нет, это факт. Это, во-первых, факт. Во-вторых, это такое... Наша, скажем, надежда на то, что, может быть, хоть такими словами мы встряхнем спящие мозги людей, тех, которые уже не в состоянии, вероятно, или находятся в забвении, не могут мыслить разумно, критически, аналитически. Ну что ж, Владимир, давайте тогда так. Значит, можете вы сделать такую некую компиляцию и объяснить людям, кратко, в чем же заключается пагуба и вред для организма человека и всех живых организмов на нашей планете, как биологических видов, да? Какой вред для клетки, для ДНК, может быть, да, как антенне тоже. ДНК, это абсолютно известно, тоже, так сказать, является антенной. ДНК заключается в сверхвысокочастотных и высокочастотных источниках излучения, в частности, естественно, в 4, 5G, в любых G и так далее. Вот расскажите, Wi-Fi там и так далее. В чем заключается? Коротко. Значит, первое. Термические влияния, они описаны в санитарных нормах и правилах и в законодательстве. Это нагрев, изменение клеточного обмена и так далее. От нагрева это изучено, но сегодня применяются новые протоколы связи, которые нужно также изучать по влиянию термических влияния на организм. И доза эффекта в санитарных нормах прописана. Еще раз напомню, детям вообще до 18 лет не рекомендуется пользоваться связью. Вот в чем дело в санитарных нормах написано. Главным санитарным врачом утверждено. Я сейчас для наших зрителей просто скажу. Вот у меня старшая дочь, например, вот ей купили телефон первый, когда ей исполнилось 18 лет. И она уже не имеет наркотической зависимости, как те дети, дебилы родителей, которых покупают чуть ли не с 5 лет, а у кого-то раньше телефоны, и это уже зомби. То есть ей что-то ковыряться там, но чисто по делу, по работе, скажем так, по учебе надо. Ну, конечно, конечно. И она записала какую-то там маленькую, несколько секунд отправила там, либо подруге, либо бабушкам, ну, понятно, все. То есть там минут 10 в день, ну, 20. Значит, дочь другая у меня, которая сколько там, ну, на 3 года, на младше, у нее нет сотового телефона никакого. Наркотических, естественно, желаний тыкаться в них и нет, потому что, собственно, она и в них и не тыкалась. И когда дети вырастают, это уже 17-18, это сформированный человек. У него есть уже стержень, привычки определенные, как хорошие, так и плохие. И будет прекрасно, если плохих привычек не будет к этому времени. Согласны? Ну, естественно. Так к 18 годам это уже женщина сформированная. Она рожать должна здоровых людей. А как раз на детородную функцию гаджеты основное влияние оказывают. И уже факт, что у ребят, у мужских особей нашего мира в 6 раз снижена репродуктивная функция. Это вот прозвучало в одном из докладов на заседаниях экспертного совета. И раннее старение организма – это основное, основное. Уже не говорю о том, что дети подвержены у них воды больше, то есть ткани еще такие прозрачные, так скажем, и большее влияние оказывает на организм. Особенно на познавательную способность. У меня дочь – профессионал-логопед. Говорит, в группе 30 детей одна нормальная, да, он. Одна из них более-менее послушная, а остальные неуправляемые. И это факт. И к этому добавлю, вот она мне сбросила интересную информацию, осенью будет готовиться конференция учительская, московская, и доклад про Свиркин, там есть такой у них директор школы. Это ужас, это как раз цифровой концлагерь. Самых умных оцифровать, самых дебилов, не знаю вообще, куда отправить. Это катастрофа просто. Я скажу так, давайте, вот и мы перейдем ко второму пункту, какой второй вред, а из трех несет глобальных, да, вот это вот ВЧС, ВЧ-излучение. Итак, я хочу сказать, что если раньше, ну, скажем так, за наш народ, годов так с 50-х, 60-х очень сильно взялись в плане уничтожения нации, генетики, генофонда алкоголем, да, понятно, как главным наркотиком таким легальным, скажем так, потому что героин опиум, все знают, это нелегальный, но есть легальные наркотики, это алкоголь, табак, вот эти проклятые, да, это понятно. И сколько вышибли, какую генетику, как тоже стали расти вот по росту графика, увеличение потребления нации алкоголя, количество детских домов, количество дебилов, которые именно как клинический диагноз идиотов и дебилов, так сказать, в домах умственно отсталых, прямо прямые взаимосвязи, но в этом прекрасно и лучше мы ничего с вами не дополним, чем то, что уже много лет назад сказал Жданов, естественно. Теперь такой момент, значит, я обращаюсь вот к зрителям, хочу сейчас сказать такую вещь, что вы поймите, особенно если вы живете в городах, вот сколько типов, видов, излучателей, приборов различных действует в отдельно взятой квартире, если ее рассматривать не как четыре стены, скажем, где-нибудь на Байкале, да, стоящем, а как через стенку-перегородку сверху, снизу, сбоку, с боков от соседних домов и так далее, бетон, стекло, железо, миллионы излучателей, передатчиков и прочего уже сейчас хотят все, начинают утюгов до всего остального управлять с смартфонов, ну уже это есть. Что будет с появлением 5G, то есть когда за доли секунды будут отправляться колоссальные объемы инфа, то есть это приведет еще к большему порабощению, ну вот этому психическому, когда человек, да, безусловно, он еще больше втянется, уже тогда вообще не оторвать. Я уж не говорю о том, как люди вот именно перестали, разучились думать и критически, аналитически мыслить. И вот эта пагуба, которая сейчас, как это последний гайка, можно сказать, вот почему мы против 5G так вот боремся, это не только потому, что это 5G, а будет 6G, а потому что это может быть какой-то некой точкой уже невозврата, когда человек морально, психически, психологически будет просто видоизменен. Второй аспект, не термически, изменение, изменение состояния межклеточного обмена, изменение состояния кровотворной системы, когда слепаются эритроциты, изменение состояния, опять-таки, различных гормонов, которые являются, опять-таки, побудителями различных заболеваний, причиной. Мелатонин, фильм, посмотрите, мы ссылки тоже размещали, еще раз ее разместим. Как он влияет на свободные радикалы, которые способствуют возникновению онкологии. Это тоже факт, доказанный американцы, там тысячи исследований делали на этот счет. Последний 2018 год опубликовали исследование как раз под нетермическим эффектом, четко доказано возникновение онкологии в определенных условиях, условиях от подпороговых уровнях мощности. Что это такое? Когда мощность практически, вот сигнал идет, как 5G работать будет, это сигнал, но он мощный достаточно. Импульс, бах, вылетел, это как пуля, по сути. Вот канадский ученый говорил, так это оружие. И вы представьте себе, вот эти сигналы вокруг вас будут, и они отражаются, Дима Побединский показывает хорошо, как отражение идет от деревьев, от стен, это хаос получается. Их надо, вот этот хаос чем-то преобразовывается внутри системы определенной. А что в человеке-то происходит, как он это преобразовать может? Это невозможно. Он в хаосе находится. Естественно, у него рушится организм. И я надеюсь, мы проведем интервью с Борисом Константиновичем Ратниковым. Он дал согласие приехать к нам в гости. Дай бог приедет, и мы с ним поговорим на этот счет. С точки зрения военных. Генерал, который написал в соавторстве с Рубелем и Савиным книгу «Псевойны». Это профессионалы, которые знают, о чем говорят. Как воздействие идет не на несущих, не на СВЧ, а ментальное воздействие. Делались работы по платформам, которые в космосе летают и воздействуют на сознание человека. Это вот все же делалось, делается. Харп, возьмите, на Аляске. Вот это климатическое оружие. Ну это понятно. Вы посмотрите, как разгоняют в Израиле толпу при помощи СВЧ-пушки. Она создает определенный сигнал, который может воздействовать на любой орган, обрушить его. Он может и убить. 8 Гц – это известная вещь, которая обрушает сердечный ритм, падает. Или это ритм головного мозга на 8-9, по-моему, или 7-8 Гц. Все что угодно. Мы же электрический организм, у нас свои токи, свои частоты. И резонанс, который наступает, и который, кстати, нейтроник убирает резонанс, это главное. Не несущие, даже нагрев менее важен, нежели нетермические эффекты. Вот это надо четко понимать. И это факт вы наблюдаете вокруг. И третий аспект, о котором мы, ну, все говорят, вроде это не связано с физикой, биологией, но это психология. Курпатов очень точный, буквально цифровой аутизм, как определение дал, исследует этот вопрос, как психиатр. Ну, вы посмотрите на детей, ну, они психи становятся, психопаты, по сути дела. Им что не скажи, все не так. Это факт уже, факт определенный. И с этим спорить абсурд просто. Что тут вот Побединский лепит какую-то ерунду, товарищи уважаемые. Но Побединский хотя бы определяет, что он Дмитрий Побединский, а вы пишите под никами. Мы еще раз Юрию Андреевичем просим. Не будем отвечать под никами. Пишите имя, фамилию, адрес и приезжайте, чтобы вам в лицо посмотреть в глаза, кто вы такие. И еще два момента. Два. Первое. Я уже в трех своих видео говорил. Вот, в частности, в последнем, которое повторять название уже не буду, видео будет под ссылочкой номер один. Значит, что я говорил. Значит, если найдется человек. Вот пусть этот Игорь Побединский, как его, пусть к нему, кстати, зрители, которые разделяют его точку зрения, напишут. Значит, я лично от себя выделил такое, это моя такая, знаете, ну, прихоть, можно сказать. Значит, я хочу заплатить миллион, нет, два миллиона человеку, рублей, два миллиона рублей человеку. Я готов. Я вот заявляю сейчас, и мои слова, ну, вот будут записаны, можете записать. Это никуда я от них не откажусь. Значит, кто сможет доказать безвредность воздействия 4, 5G, Wi-Fi, СВЧ, излучение на организм человека. Если такой человек найдется и аргументированно, научно докажет. Причем мы требуем, чтобы он привез с собой, ну, двух-трех академиков. То есть, чтобы он не один был, какой бы он великий гений не был, как он себя, видимо, считает, да, что он все знает. Он там свысока нам тут говорит, что мы не правы. Ну, два миллиона, ну, прям гарантирую, отдам. Вот я буду полной конченой мразью, если я это не сделаю. Договорились? Если он докажет только. Потому что это невозможно. Но вдруг я всегда оставляю шанс человеку, ну, 1%, даже на чудо, правда? Может, он последние 20 лет проводил эпидемиологические исследования на большом количестве людей, которые, кстати, я проводил на трех тысячах школьников, на трех тысячах наших городов Раменского и Жуковского. И даже не то, что подпороговые, мы учитывали геопатогенные зоны в данном случае, которую работу громадную по заданию Летно-испытательного института делалось ранее. Учитывали зоны, так они еще наложение этих зон на СВЧ, то есть наложение СВЧ на эти зоны настолько раскачивается. То есть я пришлю фотографию, где деревья гибнут, как раз находящиеся в зоне, где поставили вышки. Как это сочетание геомагнитной составляющей и СВЧ воздействует на природу? Дело в том, что человек вторгся в такую область знаний, которую он еще не в состоянии понять, изучить и тем более управлять. Человек это биологическое существо, которое изначально вообще не физика, не тело, а изначально информация, мысль, да, вот как говорят, что в начале было слово. Духовное существо, начнем с этого, дух, душа, потом тело-то. Человек не способен вот в данное время, в данном теле быть творцом, что называется, вселенной, по крайней мере, да. Своих малых дел творцом обязательно, это его часть жизненного урока, он обязан пройти, воспитать себя и поднять на более высокую ступень развития и физически, и духовно, и нравственно в этом мире, пока ты жив сейчас. Но вторгаться в область, брать на себя функции бога или богов, да, что называется, это удел, ну, я не знаю, там, идиотов действительно, потому что, так сказать, недороста еще не может первоклассник, так сказать, там, заниматься созданием космических ракет. Ну, теперь вот я хочу, что еще здесь сказать. А вот таких писем, которые я сейчас зачитаю, приходят сотни, даже тысячи. И, как интересно, да, у этого письма есть вполне понятное имя, фамилия, Валентина Ващенко, вот по-русски Валентина Ващенко. Что пишет Валентина Ващенко? У нас вокруг дома полно этих вышек, мухи уже исчезли, воробьи, голова болит постоянно, а что делать, я пенсионер, что я смогу сделать, как противостоять этому всему? Вот понимаете, вот таких писем приходят сотни тысяч, то есть, скажем, один к ста. Все-таки, слава богу, людей здравомыслящих становится еще, ну, как-то уже больше, потому что вот кому-то объяснением разумным, кому-то грубым словом, кому-то как-то по башке можно стукнуть, и все-таки человек начнет хотя бы думать. Вот наша с вами задача, главное, чтобы люди думать начали, да, потому что мы живем в этом мире, в котором будут жить наши дети, внуки, и мы не хотим, чтобы, так сказать, он превратился в электронный концлагерь, чтобы он превратился, так сказать, в, я не знаю, тюрьму для зомбаков и так далее. И мы все в одной лодке плывем, поэтому это наше общее дело, поэтому мы, понимая, что происходит, потому мы, небезразличные люди, хотим, чтобы и вы, все вы начали понимать и что-то менять, требовать, так сказать. Вот, ну, давайте, знаете, о чем сейчас немножко поговорим, о том, как мы можем, люди, вот просто люди, которые вот стали хуже себя чувствовать, когда вышку, а некоторые просто пишут, поставили вышку, через день-два уже я не слегла, не могу, вот что люди могут делать, писать, давайте еще раз, куда, кому, что, как они могут изменить положение дел в своем районе. Вот, еще раз напомню, мы сняли с Иваном Сколуновым ролик, можете посмотреть, я ссылочку дам. Парень молодой, ему там 33, ну, с чем-то там, с хвостиком, может, чуть побольше, добился за год практически писем, которые он писал и на президента, но на президента он написал чуть позже, в конце уже. Где-то организации 15 участвовали в переписке по установке мачты двойного назначения, на которой вешались антенны, обслуживающие вот этот район, где он жил. И сам излучатель светил ему в окно, у него мать умерла, и это побудило его начать этим заниматься. Так он добился, что эту мачту убрали, но убрали не по причине вреда, а по причине нарушения строительных норм и правил. Но я, ознакомившись вообще вот с теми правилами, которые существуют для установки вот этих мачт и расположения на них, установки на них вот излучателей, я не знаю, сколько времени надо на это потратить, там согласований около 20 должно быть с различными организациями. Водоканал, там связь, сети, землеустройство. Масса, как это добиться, я лично не представляю. Но на экспертном совете Спадабаев, профессор из НИИ-Радио Самарское отделение, сделал заявление, что около половины базовых станций стоят незаконно. И я понимаю, почему. Потому что согласовать все это в наше время, ну, я не вижу возможности, если только это не коррупционные какие-то дела. Вот. Поэтому, в принципе, да, надо писать в Роспотребнадзор о том, собирайте жителей подписи, мы выложим всю переписку, подключим Ивана Скулунова, он обещал помочь в этом делу. Вообще он может помочь. У него в команде есть юристы грамотные, которые помогали ему, поэтому он добился, в общем-то, этого успеха. Хотя после этого эту антенну направляли все равно на него. Он это видел, обращался, и ее убирали. Ну, вот это беспрерывные качели, и причем, во-первых, ему предложили сначала поработать у них там, потом его уволили с его работы, кстати, по этой причине. Вот так что вот так. Ну, мы вспоминаем, что вот доктор Шайнер озвучивал исследования, которые проводились по заданию американских телекоммуникаций доктора Карла, который опубликовал, что это все вредно, опубликовал, что, возможно, онкология и так далее, и так далее, и его дом сожгли, и жизнь его сделали невыносимой. И вот в Сенате и Конгрессе США, Бильд 635, по-моему, когда сенатор задает вопрос, помните, вы тоже это показывали, этим товарищам, они говорят, да нет, мы ничего не исследуем, а чего нам исследовать? Нам все понятно, нам бабки нужны, деньги нужны, а все остальное начхать. Ну, вот такая вот ситуация. Но объединяться, писать в Роспотребнадзор, писать на президента, делать вот массовые движения не только против установки 5G, а вообще о необходимости применения принципа необходимости и достаточности. Я вот здесь приезжала группа «Россия-24» с канала, я им объяснял, они снимали про нас фильм. Может, выпустят, не знаю, правда, как это получится. Но я им говорю, да я не против связи, не против. Но ведь есть целесообразность. Целесообразность просто. Зачем нам 5 компаний, которые оказывают однотипные услуги по одинаковой цене? Зачем? Сделайте консорциум, получайте от этого прибыль свою, никто у вас деньги не забирает. Но повесьте, 3 антенны, то есть по радио, по 360, одну, не 5 компаний по 3 антенны, 15 на мачту, а 3 достаточно для связи. А остальное оптоволокно, остальное... Понятно, о чем мы говорим. Это же решение проблемы. Это вы получите качественную связь, вы получите качественный интернет, оптоволокон, и все, у вас ничего не изменится. Но изменится то, что... Во-первых, да, мы же говорим о чем? Дима Побединский говорит, и все говорят, общество потребления вещей захламили мир, уже девать некуда, все уже, извините, в помойке погрязли. Потом транспорт, холодильники. А что человек-то будет в этой среде делать? Вот Бестужев Владык говорит, выемрет, город выемрет. Однозначно, ребята, вы выемрете. Это прогноз не только нашей команды, но это прогноз исторический и естественный. Об этом много и раньше говорилось, и сейчас говорится. Послушайте Андрея Фурсова, что он на этот счет говорит. Опять-таки, футурологов, которые... Это наука, футурология. Если вы, извините, не совсем уже дебилы, но мягко сказано, то о будущем-то надо подумать. Вы же страдать будете, прибежите, помогите. И уже масса людей прибегает и говорит, а что делать? То болит, это болит. Тем более информации сколько сейчас. Бери, анализируй. Вот даже мы с вами сколько уже об этом говорим. Да, только по одной теме. Но не касаясь еще духовных, питания, того, сего, пятого, десятого. Мы же с вами живем на этом, в этом живем. И здравствуем, и что-то полезное пытаемся сделать для народа. Принести что-то, хотя бы мысль о том, что есть иное, иная жизнь, нежели вот эта червячная жизнь. А такие как раз и говорят в своем злобном протесте. Это вы идите в свои пещеры, типа так, с пренебрежением, со злостью и досадой. А не мешайте нам жить, как мы хотим. Ну что ж... Юрий Андреевич, а жрать-то что они будут, извините? Ну, пока у них есть супермаркеты, думать об этом им не нужно. Ага. Вот наша история теперешняя показала, что это делается в один момент. Супермаркеты закроются. А сколько позакрывалось? А вы идиоты, вы что не видите, что ли? Так если бы супермаркеты закрыли, что жрать бы стали в городе-то? Об этом тоже, можно сказать, футурологи в фильме «Кинзадза» сказали очень хорошо. Каша какая? Пластиковая. Да, да, да. Гениально. А вот это и ждёт таких людей. Они думают, что всё будет как в фантастических фильмах. Миллионэтажные небоскрёбы летать в стоярусов, так сказать, вайтманы там и так далее. Нет, будет, скорее всего, при такой дури и мере абсолютного непонимания, что происходит, и для чего в жизни смысл и цели, будет как раз вот то, как в фильме «Кинзадза» скоро, скорее всего. Ну, похоже, да. Ну, разные варианты, да, пустыня, либо там помойка, но это уже во второй вопрос. Владимир Николаевич, ну давайте тогда теперь всё, а то время много, уже прошло. Расскажите-ка мне, нашим зрителям, что самое главное. Наконец-то! А многие люди помнят наше видео, где вы показывали большую антенну, и, к сожалению, до сих пор не было возможности купить даже большую за большие деньги. Шли эксперименты у вас там, уменьшить стоимость не получилось, то, что вы мне говорили там и так далее. И вот была такая вот, скажем, просьба у многих людей сделать не такую огромную, то есть где зона защиты там сотни метров, а небольшую для квартиры, для дома, чтобы и цена была приемлема. И вот вы, я знаю, вот последние сколько, уже больше полгода прошло, вот этим занимались. Да, да, да. И вот покажите тогда, расскажите всё-таки, что получилось в итоге, и что уже в ближайшее время, если кто сочтёт нужным, сможет приобрести. Рассказывайте. Долго мы, долго мучились, наши соратники. Всё-таки, видимо, пришло время, когда нужно, вот, видимо, дали нам возможность сделать небольшую антенну до, ну, на квартиру, на дом. И она достаточно сложная, но красивая. Вот как раз ребята приезжали с «России-24», говорят, у вас тут все изделия похожи на ювелирные украшения, типа того. Вот я вам покажу, вот видите, какая штучка. А кто-то скажет на это, ну, мол, что же, как это вот, ну, да, оригинально какой-то некий конструктивизм или что-то из области фантастики, а как это может что-то менять, как это может преобразовать пространство, что это вообще такое? Ну, это пассивная антенна, которая, видите, сложной конфигурации, вот добились сложной, вот видите, здесь две внутренние антенны сложной такой конструкции, типа трубы, раз, труба, вот такая, и сложно их ещё сделать, чтобы они не провисали. Всё очень должно гармонично, не гармонично, а точно быть рассчитано по отношению к самим решёткам. Вот сами решётки, где вход, вот верхняя решётка, верхний поток, нижний поток, все потоки входящие, исходящие из неё, любая антенна преобразует пространство. И вот как раз эта антенна, так же, как и большая, и все наши прочие антенны, устраняет резонансы модуляции, которые в пространстве происходят. Вы поймите, вот вы в любую точку поставите в пространстве мысль, она уже работать начинает. Любую конструкцию ставите, ведь много потоков здесь идёт, и она начинает переобразовать каждая линия, каждая линия, на ней свои вихри образуются. И они начинают перестраивать пространственное состояние окружающего мира нашего в частотном диапазоне, в том, который вот нас окружает. Потому что вот форма, сама форма антенны, если антенчики знают, что форма антенны влияет на любой сигнал. Вот, есть там полосковые антенны, есть диполи, там, штырьковые и так далее. А здесь вот, представляете себе, сколько здесь антенн. И каждая из них несёт в определённом месте свою определённую функцию. Естественно, она, попадая в внешний поток электромагнитный, она начинает перестраивать пространство. Проверяется это биологически. Собственно говоря, и поток, несущий, например, той же там 1 ГГц, или 5, или 10, или даже 300 ГГц, несущая со своей информацией проходя, она её преобразует, она её всасывает и начинает из хаотичного создавать ламинарное течение, которое не вступает в резонанс с органами и системами. То есть резонанс образуется на мембране клетки. Вот вся работа внутри нас идёт, когда резонанс, клетка рушится, связи прерываются, информация искажается, обмен веществ нарушается. Вот эта антенна, вот в радиусе от её установки, вот поставили её на полочку где-то или там на шкафчик, и всё. И в радиусе, вернее, даже в сфере до 15 метров она у вас гармоничное пространство создаст. Ну, мы у себя создали, вот мы в нём живём. У нас хорошо, у нас практически техногенки нет здесь. Это вот эта антенна. Мы её уже технологически отработали. Я надеюсь, что в продажу. Ну, к 18 июня будет готова партия, будем уже продавать. Июля, да, июля, извините, да. Вот, да, цена будет раз в 20 дешевле, чем большая. Ну, это очевидно. Так что это всё доступно будет. Я хочу некую такую подытожить и компиляцию сделать по этой антенне. Я хочу пояснить даже, может быть, для наших зрителей такую вещь. Когда-то давно мне в одном моём хозяйстве, за городом далеко, ставили некую такую антенну, физики как раз, антенну. Ну, это, ну, я так условно скажу, по определённой стороне света. В общем, натянули длинную метров 20 такую, значит, медную, такой канат, типа, да, скажем так. От него в определённый сторону. Это для того, чтобы, я так скажу, чтобы мы, ну, купили хороший такой японский радиопередатчик, вот этот вот, значит, чтобы можно было, имея другой такой же в машине, либо где такая же антенна даже за тысячу километров, друг с другом иметь связь, там, ну, не платить за это и прочее, то есть радио вот по определённым этим. То есть это знают специалисты. Вот, то есть там тоже от определённой точки уклоны определённых, определённых градусов. Я к чему хочу это сказать? Пояснить. Вот на примере того, чтобы показали, кто-то скажет, что это за самоделка, конструктор, дети, что ли? Значит, вот там сотни маленьких, скажем так, таких же точек, струн, назовём их так, струн. Между ними градус, расстояние, размер, это всё имеет значение. Поэтому это тысячи экспериментов, тысячи комбинаций, которые в результате, спустя не один год после того, как, правильно, вы начали просто думать, как же, вот, так сказать, нейтроник от нейтроника... Тут уже 25 лет проходит. Вот, а как иметь защиту на большие расстояния, а не просто персональную на конкретный источник? Вот нейтроник – это конкретная защита на телефон конкретный, в руке находящийся или стоящий на столе, на монитор вот компьютера, кинескоп телевизора, на планшет там и так далее, на другие устройства. А вот Wi-Fi, например, который вы на своём любимом смартфоне видите, а там 40 точек, ну, соседи вокруг вас. И вот это воздействие вы нейтроником не уберёте. Но вот этой антенной как раз, о чём у нас разговор уже идёт больше года с Владимиром Николаевичем, как раз и уберёте вот то самое разрушительное резонансное воздействие на клетку, на ДНК от источников ВЧС-ВЧ-излучения вы этим как раз и уберёте. Правильно я сказал? Правильно. Ну вот на этом тогда и давайте мы сделаем, так сказать, перерыв до следующей нашей с вами встречи. Ещё одну ремарочку, хочу ещё одну антенну показать, это больше интересно будет для вас. Ставим пораньше тогда её, ладно? Да, вот эта антеннечка. Мы её делали на, это называется, фитотроник, на фитофтору. В двух хозяйствах в прошлом году испытали. Ни одного помидора не погибло, ни одной картофелины не погибло. Уважаемые зрители, ну вы поняли, почему видео я это опубликовал только что. А какой смысл было публиковать тогда, когда я знал, что накладки в данных вопросах в производстве бывают всегда. И потому вот спустя почти три месяца наконец-то были произведены первые экземпляры данных антенн. Теперь они есть у нас в продаже и на нашем сайте nadgard.ru вы сможете их приобрести непосредственно от моего коллеги, товарища Тюняева Владимира Николаевича. Описание смотрите под данной антенной на нашем сайте nadgard.ru Это мы ждали, я, по крайней мере, это жду давно. Для своих родителей в город, они в Москве живут и вот, к сожалению, ну летом уезжают, понятно, на дачу, а вот зимой. И поэтому это просто жизненно необходимо. Вот лично для своих родственников я это беру, я-то за городом живу самый далеко-далеко от города. Но, тем не менее, вот для всех, конечно, кто живет в городах, я настоятельно рекомендую это огромное дело. И я надеюсь, что мы найдем время, главное, Владимир Николаевич, на это время, мы снимем видео такое, где покажем и докажем, да, как, ну то есть измерениями, какими-то еще, как мы с вами делали, да, приборами, когда измеряли пространство вокруг и показывали, как влияет, вот, меняет полевые структуры, как меняет воздействие, вот тот же нейтроник, да, на живые системы, на вот эти резонансы. И мы можем, я надеюсь, да, также показать и по этим антеннам, да? Конечно, конечно. Ну и отлично. Все, так что на этом, наверное, в этот раз мы ограничимся на данной информации. Ваши вопросы, дорогие товарищи, будут обязательно нами учтены, мы прочтем. И вопросы объединим ваши в группы, на которые ответим уже в следующей передаче, в следующем видео. Если кто-то захочет выразить свой яркий и весомый протест, что, мол, реклама, все понятно им, вот данное видео, все понятно, запятая, реклама, ответ дебилам, я советую посмотреть в данном видео, которое будет тоже по ссылочке вот именно для таких персонально людей, которым все понятно. А для разумных людей, я полагаю, что действительно стало все понятно, что не все то, что прогрессивное, так сказать, на благо, не все, что удобно, полезно для жизни и здоровья, не все, что нам в обществе насаждают, делает человека разумнее. Нынешние многие технологии направлены на уничтожение человека, морально, духовно и физически. И вот данные технологии, безусловно, пагубны, объективно, вне зависимости от наших желаний, верований, самообмана дешевого. А дешевый самообман, выпендривание, зарывание головы в песок, недостойно звания разумного человека, человека мыслящего. Частичный выход из данного положения был подсказан в этом видео. Правила безопасности вытекают из данного видео очевидные. Как я рассказал про то, как я пользуюсь интернетом, про то, что телефон должен быть только для звонков и находиться в основное время в выключенном положении. Про то, что сотовый телефон нужен только для звонков, а не для тыканей бездумного. А если сотовый телефон, то кнопочный, пока их еще производят. Вот я себе закупаю, знаю, что таких уже скоро не будут производить. Мне по делу звонят люди, ну мы вам вышлем там что-то, WhatsApp, Viber, я говорю, прошу неприличными словами при мне не выражаться, лучше материтесь по-русски грубо, чем выражайтесь вот этими словами. Как будто бы естественно, что у каждого человека есть Viber, WhatsApp, а это неестественно. Прогресс и развитие не всегда одно и то же, а прогресс и здоровье, как правило, противоположны. В искаженном, извращенном нынешнем мире. Да, и предупреждаю, если появятся умники, которые будут пищать о том, что прогресс, идите в свои пещеры там и так далее, ну, просто банить дебилов буду и все. Ну, а если кто-то скажет, что я очень груб, нет, я очень мягок, потому что я просто не люблю дебилов, ну, страшно не люблю кретинов. Как бы вам что-то не хотелось, нужно аргументированно что-то доказать, а не выпендриваться, показывая себя просто быдлом. Это я, конечно же, обращаюсь исключительно к узкой группе вот таких наглых, чванливых, выпендрежных хамов-дебилов, которые будут бубуинить. В свой протест, разумеется, что от них отнимают любимый прогресс. И хочу пожелать таким дебилам, чтобы как можно скорее им вшили в жопу чип и управляли всей их жизнью по полной программе. Жаль, что только под эту сурдинку, чем больше таких дебилов в обществе будет, попадут и люди, которые этого вовсе не хотят. Вот почему я так непримирим к таким конченным идиотам. Ну, а на этом все. Владимир Николаевич, благодарю за беседу. Благодарю, Игорь Андреевич, да. Ну, всего хорошего. До свидания, дорогие друзья. До свидания.